здравствуйте дорогие друзья меня зовут иван вы на канале фариота мы продолжаем играть такую замечательную игру как валян херц первая мировая война да 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 на персонажах а ее мы с вами тут наблюдаем и играем и сейчас мы в лагере пленных находимся вот она тут пришла этого чувака у нас там больно ранили я помню как его зовут кусачки мы нужны посмотрим что он у нас умеет собаке надо мясо в эту как раз миску положить давайте вот сосисочные пати здесь не так все просто давайте почитаем тогда пока что дневники а потом будем сосредоточиться сегодня очень сегодня очень грустный день и стала фредди и волта пусть и душу покоится с миром слушать правда что ли смотреть от копытили сильно пошла серия этим утром наш сектор обрушился настоящий град из снарядов фредди был на передовой лишь чудом спас а чтобы выручить его мне пришлось попробовать себя в роли артиллериста в итоге я получил медаль а я гораздо больше радостью принял в награду отпуск надеюсь что с карлом все в порядке новое письмо от мари меня немного утешила сегодня имели снова спас мою шкуру снаряды сыпались небо как град пора написать братишке он сильно за меня переживает вот уже 11 месяцев я прозеваю в этом лагере для военно пленных что находится к югу от реймса мое здоровье постепенно восстанавливается я уже даже могу ходить и все благодаря анне новое письмо мари сильно меня встревожило она сообщила мне что виктор тяжело заболел и в сен-миели ему нечем помочь ничем помочь не могут нечем я должен как-то выбраться отсюда сегодня виктор исполнил исполнится год боже как я по нему скучаю сколько еще будет поражался эта война как же мне хочется получить перевод сен-миели он и по-прежнему в руках немцев виктор заболел уже три дня он ничего не ест стал очень бледным и слабым ему нужно мясо но у меня его уже не осталось надеюсь он все же скоро поправится новое письмо от карла меня успокоило у снова может ходить там в лагере за ним постоянно ухаживает медсестра так а теперь почитаем то жизнь в лагерях для военно пленных даже в плену между участниками боевых действий сохранялись классовые различия офицеры и простые солдаты содержались в разных лагерях пленные нередко голодали особенно сильно в тех случаях когда ближайшие к лагерю районах гибели не хватало даже мирным жителям наих лучшие условия содержания были по воспоминаниям очевидцев на территории германии и россии компания многие часто пленные заменяли ушедших на фронт гражданских и заставляя работать на заводах по производству боеприпасов на фермах и в шахтах так пока что ничего мы не находим тут стоит злой офисер письмена опять какие-то записки записная книжка почти у каждого салата на войне была записная книжка в которую он записал события и переживания своей жизни благодаря таким книжкам историком стало много известно об ужасах войны душевая водички надо только мыло не роняй пожалуйста уголек уголек так коротк у нас восстановился уже почти так опять короче сейчас предстоит не точно трогать надо или надо попробуем конечно ты господи возьмись ты за нее ну что если вот так вот мы покрутим а это вот не чуть не то вот так веселение не очень что-то что-то здесь не то согласитесь друзья мои не надо так 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 ладно подождать попробуем секс крути что у меня даст хотя бы камушек это определен надо вот сюда о видите а тут тоже приходит жетон германского солдата в начале войны жетоны германского от из разных регионов сильно отличались друг от друга как формой так и материалом с которого были сделаны так и указаны на них информацией в сентябре 1915 года бойцы получали жетоны единого образца которые представляли собой диск с именем даты и место рождения а также данными полка полка впоследствии данной медаль также обновили и это произошло в конце 1916 года что-то неправильно мы делаем что-то здесь не то так а если мы все равно не то так это не соединяется же с этим на вообще по идее так должно быть вообще по идее так должно быть или так это вот так так не канает что-то здесь ну вообще не али вот такая головоломка вышла у нас тут нижний не крут совсем или крутится как-то крутится теперь они все вместе крутятся четыре штыки должна крутиться это по-любому должна с этим соприкасаться это вот с этой так ведь не как-то не фонтан опять так и друзья мои так тоже не канает дальше то так не канает если так то так не канает тоже так и и так и и но м moins плят в ммм까 и ж ммм к явно не в эту сторону нужен вот шагла пошло так вот вот так вот ну что-то опять не топ как-нибудь отдельные можно покрутить а вот это не просто все обламывает еще раз крути ни хрена так так что-то не то постоянно происходит что-то не по это подсоединить так это подсоединить надо вот так вот что надо чтобы у нас с этой стороны тоже вода потекла правильно для того чтобы с этой воды вода потекла но нет так просто не канает почему от парк верхняя труба из нее не идет с этой стороны ничего так надо сообразить чтобы очистить есть у нас еще не просто уголек который нафиг не нужно что нужно чтобы вот подали вот подался вот на этой вот правильно ведь чтобы подался сюда нужно вот на эту подался нам нужно чтобы он сюда подался то чтобы подался сюда нам нужно чтобы вот это херь каким-то макаром вот на эту трубу перешла как она это должна сделать я честно говоря ума не приложу вот вы посмотрите на верхнюю не канает вот верхнюю дает вот верхнюю дало а что куда на верхнюю то ведет так нужно на на эту давала но не закольцовывать правильно правильно так сложно оказалось загадок вас кинучу то он и лишний раз и псан переверчивает вот сюда нужно чтобы с этой стороны тогда текло как нам это сделать я не пойму то что вот справа самая правая труба она вообще не активная с нее вода вообще никаким макаром не потекает обратите внимание если она справа бы заходила бы еще что он чуть на улице посмотреть может не то сделал вот и все да конечно я не так чтобы я сказал бы по умному эту задачу решил но так вот все по теперь понятно теперь все встает на свои места это значит трогать пока не можем для этого нам нужно повернуть вот это не надо тоже пока не трогать не нужно вертся только это тихо ты господи ура ну господи ну про не прошло и блин трех лет горюковой на всякий пожар на под тяжкие смотрите нашлись и что эти подтяжки должны привнести сомневаюсь что что-то полезное пока что в этом случае наверно каком-то гопнику надо их отдать нет это это в в в в на в в в в в в простите ну ладно каута здесь может как-то можно возбудить подтяжками так ладно историю ничего подкопаться никуда нельзя подтяжками сосисочные пати чё тебе надо так вон кусман мяса я вижу кстати говоря вот так он просто не даст пройти это двинуть можно для этого подтяжки давайте с подтяжками перейдем вернем что-то тут замутили перелезть никак нельзя нам чтобы просто швырнуть по этой так ну короче медицинская общечка нам тоже зачем-то нужно определенно явно не ему явно не ему и что а вот ему короче давай держи господи пока все эти обойдешь места сейчас что-то нам сбросит дожди 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 сейчас еще сейчас я возьму давай вратам что там интересно а надо все собрать повязка какая-то а теперь в барак можно сходить в бараке где спят можно короче залезть теперь туда так душевая не мое там уже все сделано сидят там бухают сволочи ништы какие так вот спальня спляльня теперь я могу ходить сюда не какая-то хрень для сосисочника спасибо хорошего наверняка я уже на хрупускал тут кучу всяких предметов но не охота не за ним сейчас охотиться случилось на дружину так не оцените есть понятный сосиска так во первых какая-то сумка коробка для печенья заключенные лагерей для военных премных страдали от голода и часто воровали еду в таких самодельных металлических коробках хранили хлеб и печенье отправляясь на работу владелец брал коробку с собой чтобы быть уверенным что ее сухой поют никто не стащит его сухой понятно естественно саласон сделать нам верну так вот забрасывать да господи попадешь ты туба вот уголок дурацкий я не они ничего нельзя приночу сделать надо может разбивать вот эти вот наверно да эти вода как хитро ты все придумал и верим честно в лапа вам отлично и бамбук все мы короче надыбли все кусачки и теперь бежать можно из лагеря на ты любишь кусачки часы тик-тик люблю кусачки отлично теперь главное не попасться опять стал сильная техники и вот так установлен до добраться да вот это пустяка пока то есть вымеси здесь давай давай мне как-то спалил это по сюжету так или мы про фуфон или чего-то походу по сюжету август пишет 14-го года что за фролин красиво а это же на фрэдди не снится но я ж говорю что фрэдди живой друзья мои метаморфоза у него тут да как у макса пэйна жгучий американец что теперь я все интереснее делаю или собака сама 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 делает я говорил выживет пёс барбос нас спас молодец очень красавчик собака красного креста так ломать с с о с так нету детальки важнецкой как вам наверно чуть есть там деталь кто фонари были широко распространены в окопах и армейские фонарики носились в патронташе и работали от батареек так вот еще факты есть факты мне нужны бронетехника штурмовая артиллерия была придумана в годы войны как средство для прорыва вражеской обороны и тогда началась разработка первых прототипов бронированной техники командование обратила внимание на факт что использование машины на колесах среди траншеи было малоэффективно инженеры занимавшись прототипами немедленно приступили к работе над данной проблемой в итоге нашли практически идеальное решение снабили свое детище гусеницами так нейтральная зона нейтральной зоной назывался участок между траншеями воюющих сторон его ширина составила от 50 до 1400 метров днем нейтральная зона находилась под постоянным наблюдением и любой кто смирился показаться с траншеи тут же получал пулю однако по ночам обе стороны устанавливали в этой зоне ограждения с колючей проволоки и расставляли различные ловушки чтобы защитить траншеи и так и оппозиционной войны большая часть бойцов погибла именно в нейтральной зоне афигеть так вот глупая смерть по моему да барабаку надо подводить естественно так вот смотрите нечет тут есть теперь 20 а ну да муж в том же месте что надо рессора что ли нужно или это пружина какая-то короче так что давайте заберемся возможно что там шкафчики естественно хоть нож с ножными кортик какой-то сломанный немецкий штык длинный широкий немецкий штык позволял вспарывать грудную клетку и уломать ребра врага потрясающе так чтобы сделать такого вот как сделать нет не попал я просто не так понимаю тихо 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 не меня Бабах Так, возьмем гренку на всякий случай И бежим Хотя сейчас, наверное, она у меня поменяется Пружинка эта Дурацкая Нет, собаки не надо Молодец, конечно, пес Но пружинку я возьму себе Давай, делайте Немецкий А, ну не Короче, батя Анна Сейчас мы тут на танке будем раздавать 7 лилей Люди, потому что нам намекали про бронемашины То да О-о-о Что сделать можно здесь на ней? Завал эти развлечения Не так? Не, ну, собственно, что мы медленно туда ели Так, сейчас я выдашу из шкафчика, посмотрю Не, никак не заходит он Выйди из шкафчика Ладно, не хочет Может быть, сейчас уже вылезут Не знаю Не хотят Ну и ладно Сейчас нам придется Так или иначе Пойду вернусь Проверить, что там Наверняка какой-нибудь предмет интересный Да, крыса на палочке Дохлая крыса Дохлая крыса Особенно приготовлена на вертеле Настоящий делькадес для голдающего во время войны Никогда никому я не завидую Не желаю такой Печалькой такой Толец свой голод Так Непонятно Пока что от нас хотят Давайте разбираться Копат Копат Нет, не копат Опять, короче, блин Что-то прессовать надо А потом нам выкатить на формочки Ага Только это надо сделать Так, вот вы видите, что? Повернем Просто, короче, надо, чтобы он Трипл был этой Ну, я так понимаю, что Хрен так просто Что-то не позволит это сделать Так же можно оставлять А надо, чтобы квадрат был так повернут Да, вот так вот Да, вот так вот Что-то похоже, но не очень Да, вот так вот Надо сакроугольник Повернуть обратно Во Может попробовать А, не Не проканает Не проканает Не проканает Ну-ка, давай, дед Ну-ка, давай, дед Так, теперь ромбик надо Блин, он сейчас нас тут закалыш Так Нет Вот 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 Тихо Бум 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 И бум Надеюсь, подойдет Держи О-ля-ля-ля Я валюсь Так, пушка и теперь надо походу развернуть нет и сейчас мы ее поставить надо наведить их ход на наш я понял стой собак кажется что может делать о все просто шить вершиндец сейчас всем настанет сейчас я залезу только в нее у всех выиграю просто крутота кто там у нас нет а мы наверно можем ее атаковать вы че такие это смерть ничто или они просто бегут от танчика мы их просто можем крошить ну и собственно этом все ща 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 подождите вот и че ты типа ты такой умный на тебе хе хе так ща там еще один был круто давит 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 ей ну че а ой 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 все строк хорош ему пулемете должно быть как слону дроби не так стоп еще не все взорвал всего на слухопаду тоже все летим летим а у тебя туда зашвыривать бах стоп там где-то динамиты да-да-да заманил просто у нас таки в ловушку еще раз взорвать все едем дальше хорошо пострелять можно вернее дают хорошо чтобы пострелять кайфово фредди просто американец такой типа крутой всех убил одни останутся о как мне нравится подавить всякое говно world of tanks отдыхает ребят амфибий деревья валятся все прям по дна под нас заминается приятно вот мы приехали наш лагерь похоже на курдан и встретили везунчик и фредди как герой эмиль написал они что ее отец освобожден и уже вне опасности но имели фредди в соединились ненадолго опять что-то сейчас будет нехорошее 14 мая 1916 года фредди отправили на сомму а полк эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревне деревня называлась вакуа вакуакуа здесь боевые действия ушли под землю надежно засев в траншеях противники начали рыть туннели началась подземная война ох ты ж я так понимаю что предстоит нам сейчас тут поковыряться но не сейчас друзья мои а следующей серии была крутая покатушка на танке мне понравилось события продолжают развиваться 3 глава у нас полным ходом идет ставьте лайк подписывайтесь на канал надеюсь очень что вам понравилось большое спасибо что со мной были все это время смотрели с вами был фуриот всем до новых встреч большое пока